Всем привет! Добро пожаловать в Rust. Вот решил записать, наверное, небольшой такой цикл админских будней, где я буду проверять плагины, то есть как это обычно делается. Возможно, посмотрю даже систему крафта, поскольку с последнего времени, когда система была другой, я уже не играл нормально давно. Поэтому хотелось бы посмотреть, что здесь поменяли, как теперь работает система крафта, когда нужно ставить стол, изучать какие-то рецепты, искать и так далее и тому подобное. Но прежде чем начнем, я покажу, наверное, настройки игры, потому что многие спрашивают, какие они у меня выставлены. Так, давайте начнем сначала. Image Effects. Здесь можете поставить видео на паузу и, соответственно, посмотреть, что и как. Так, качество графики. Здесь тоже можете поставить на паузу, посмотреть. Ну и производительность. Здесь ничего особенного. Ну вот, в принципе, и все. Можно приступать. Кстати, после последнего обновления у меня, к сожалению, немножечко кадры просели, в отличие от того, что было раньше. То есть сейчас на записи держится, ну, 35-40 кадров, и то не всегда. Иногда будут дикие просадки. Связано это как раз таки с тем, что либо начинают глючить какие-то плагины, которые нужно фиксить, либо происходит что-то с производительностью. Но ничего, ничего, потихонечку сейчас побегаем, посмотрим. Может быть, станет получше. Посмотрим. Сегодня у нас последний день перед вайпом. Вечером будет вайп. Поэтому я уже решил зайти тогда, когда народу очень мало. Чтобы просто побегать, посмотреть, подобывать и так далее. Так, киты. Пропишу-ка я себе кит. Сейчас. Так, кит-стартер уже я прописал. Кит-дель есть. Вот, заметил еще один очередной ключочек небольшой. Надо сделать следующее. Надо, чтобы вещи появлялись сразу в этих ячейках. Видимо, я здесь торопился и не успел это сделать, поэтому пришлось поступить так. Так, сейчас быстренько как-нибудь оденемся. Что-нибудь такое приспособим. Так, бумага. Бумагу сделали. Building plan. И что у нас там дальше? Молоточек. Ну, кияночка. То есть, давайте что-нибудь построим. Так, что у нас есть? Нет, ничего у нас нет. Надо что-то лишнее выкинуть, поскольку надобности уже, наверное, нет. Это не надо. Что еще мне не надо? Это у нас что? Bone helmet. Так, 6, 13, 13, 13. Характеристики есть различные. Здесь у нас 12, 16, 10, 10. Ну, они, видите, значки меняются. Каждый предмет работает немножечко по-своему. Вот это вот и интересно, опять же. Ладно, надо начать строить что-нибудь простое. Хотя бы какую-нибудь такую лачушку, чтобы оттуда уже плясать. Так, посмотрим. Ну, я по классике сделаю 2 на 2. Совсем все простецкое. Не будем страдать ерундой. Так, так. Ну, что-нибудь такое совсем уж элементарное, простецкое и... Проще уж некуда, как говорится. Так, дверка есть. Отличненько, спасибо. Дверку поставили. Так, дверь нужно поставить правильно, иначе потом будут проблемы опять очередные, что неправильно дверь поставил. Ну, теперь вроде бы... Да, все правильно. Отлично. Где кияночка? Кияночка здесь. Так, дерево у меня есть с китов. Потом еще пропишу китрок. Там тоже есть в этом плюс. В китроке. Так, это, наверное, сразу в камень. По возможности, насколько его хватит, потому что я уже не помню, как я и что делал. Ну, попробуем сделать. Насколько хватит камня. Потому что из раза в раз разработчики постоянно что-то меняют в плане расхода ресурсов. То есть они постоянно что-то делают. Так, отлично. Шкафчик. Так, ну, поставлю, наверное, куда-нибудь сюда уж, кто его знает. Все равно долго здесь я не проживу, судя по всему, поэтому придется как-то так поиграть. Так, большой ящик есть из кита. Киты я менял два вайпа назад. Получается, или вайп назад, точно уже не скажу. Так. Так, 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 так. Что положить-то? Что положить? Давайте положим одежду сюда. Все. Инструменты. Ну, и теперь пропишем кит-рок. Там тоже, по-моему, должны быть какие-то ресурсы. Да. Здесь есть не только ресурсы, здесь есть хорошая одежда. Четыре так. Это камни, дерево у меня уже были. Кодового замка, к сожалению, нет. Вот здесь, не знаю, может быть, когда-нибудь добавлю, конечно. Пока придется, наверное, сделать простой замочек с ключиком по классике поставим. Так, где он у нас? Ага, вот он. Так. Как там делается-то? Я уж не помню, как это делается. Ага, ключ готов. Готов ключ. Ключик есть. Так, деревянная баррикада. Бревно. Бревно. Вот единственное, что меня путает, это, наверное, я не разобрался вот с этими как раз-таки экспириенсом. С экспириенсом не до конца разобрался, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Так, нужно что-то, наверное, положить. Оружие. Оружие, патроны. Что еще? Так, сейчас потихонечку разберемся. Аптечечки с собой лучше брать. Вещи пускай остаются такие. Возьмем, наверное, топор. Да, кирочку. Да и подобываем. Может, что-нибудь найдем получше. Так, радиоактивные таблеточки, антирадиоактивные таблеточки. Пистолет пока тоже, наверное, не нужен. Но, в принципе... Так, что еще? Можно сетхом прописать, наверное, потому что все-таки пусть эта точка будет один. Ну и пойду потихонечку добывать ресурсы. Может быть, что-нибудь из этого получится. Так, автозакрывание дверей стоит автоматически. Да, можно всегда это дело отключить, потому что многие спрашивают, как это сделать. Пишите slash ad ad off. Так, камни. Камни интересуют меня. Но камни что-то как-то на поляне не густо. Надо поискать. Вообще интересно. Постоянно что-то меняют в плане графики. Постоянно. Последние деф-блоги посвящены как раз-таки изменениям глобальным. Так. И, кстати, многие еще интересовались, то есть даже не интересовались, а возмущались. Типа, что ты постоянно играешь с годмодом, там еще с какими-то плюшками, там повторюшками. На самом деле, когда я захожу играть один, вот просто поиграть, побегать, я отключаю все. То есть сейчас у меня бессмертие выключено, никаких утилит я не использую. Играю как обыкновенный рядовой игрок. То есть ничего, никаких привилегий, ничего подобного. Обычно, когда я захожу и играю, меня постоянно убивают, поэтому ничего удивительного. Я долго не могу играть. Меня быстро выносят, выносят, и все, на этом заканчивается моя поигрушка. Вот так вот зайдешь, полчаса побегаешь, что-нибудь построишь, и ты труп. Все, до свидания, говорят. Тебе забирают твой дом и твои ресурсы. Но ничего. Так. Так. Совместно играть времени очень мало, поэтому оно не совпадает чаще всего, поэтому эти ролики будут в одного соло. Буду периодически заходить на разные сервера, то есть сейчас я играю на втором, потом зайду на первый, третий, четвертый и так далее. Буду периодически заходить, смотреть на разных серверах, что вообще есть. Бандажи. Так. Ну, с камнями напряженка. Ладно, дерево-то. Дерево-то ладно. Причем дерево добывается хорошо, даже с таким простым топором каменным. Вот если бы у меня был металлический топор, было бы другое дело. Но пока ничего. Ресурсов тоже не особо много. Ничего такого нет. Что-то пока с деревом, с камнями проблема. Дерево-то навалом. Вон, я специально здесь поселился в этой рощице, чтобы был неиссякаемый запас деревьев. Так, вижу камень. Надо кирочку схватить. Да, вот есть, чувствуются небольшие просадки кадров, но это зависит не от сервера, опять же, а от самой игры. Потому что по сравнению с прошлыми обновлениями, тогда игра была более стабильной, более скоростной, как-то более гладкой. Хотя настройки сейчас я и так уже подубавил. У меня было вообще все на максимум, стояло другое сглаживание. Но вообще, по идее, вот если видеокарта современная, то сглаживание, опять же, роли особо-то не играет. Если у вас много памяти на борту и так далее, то вам это не помеха будет. Включение, сглаживание, отключение, пробы других режимов. Здесь есть вообще четвертый режим, самый глючный, который мажет всю картинку, и она становится какой-то отвратительной. Как с шлейфом, даже блюр не поможет отключение. Ну, ничего. Сейчас быстренько подрубим. Поставим печку. Переплавим что-нибудь. Тоже интересно посмотреть, как сейчас я поставлю печку. Что мне нужно знать для того, чтобы скрафтить печь. Потому что сейчас так просто. Печь, по-моему, не скрафтишь. Нужно определенное количество опыта. Ну и что-то такое. Так, хом-1. Дом не достроил. Пошел. Главное веселиться, ликовать. Конечно, камни искать. С ключом, с хорошей одеждой. Нет бы голышом выбежать, как бич. Если кто-нибудь нападет, говорите, я бич, не трогайте меня. Не надо. Ну, соседи, он наверху есть. Какое-то домишко на горе. Ладно. Ничего-ничего. Сейчас разберемся. Так, ладно. Здесь добегался. Ничего нету. Ну, посмотрим, посмотрим. Пам-пам-пам. Печь. Печь. Что нам нужно? Unlock cost 3xp. Ага. Это так теперь работает, да? Так, крафт. Скрафтили? Е-е-е, ничего себе. А неплохо. Неплохо. Вроде бы, если правильно войти во вкус, то становится понятно, как вообще здесь играть. Потому что, когда я первый раз зашел после всех этих изменений, я, честно говоря, нифига не понял. Мне как-то это вообще... Было тяжко играть в это все. Непонятно было. Я не разбирался, что и как. Сейчас-то вот более-менее становится понятным уже, что здесь надо делать. Так. Где у меня там? Сундук уже убрал, да? Ну, естественно. Две гиянки. Е-мое. Зачем столько сделал? Зачем столько сделал, паре? Так. Камушки пособирал. Теперь можно как-то побыстрее построить себе каменный дом. Раньше это было сложнее, да? Так. Открываем. Что имеем? Тысяча. А работает ли, кстати, еще один... Бак такой интересненький. Вот мне прям интересно узнать, работает ли еще этот бак. Сейчас попробуем. Сделаем уголек. Уже готовый. Так. 370. Есть. 740. 370. Ну, давайте попробуем. Посмотрим, как это работает. Можно ли так вот побыстрее? Да, можно. До сих пор все это дело работает. Кладем уголек. Три руды, к примеру. И уже ждем, когда там что получится. А нафига я серую плавлю? Мне серая, по-моему, вообще пока не впилась никуда, ни в одно место. Да. Так. Ну, уберем тогда. Ладно. Сейчас глянем, что из этого будет дальше. 254. Что-то как-то скудно у меня с металлической рудой. Дохловат как-то, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Металлофрагменты пошли. Пошли металлофрагменты. Так, надо в крафтинге посмотреть, в крафтинге. Так, это Repair Bench. А как здесь? Upcoming. Так, build. Вот, замок меня интересует. Где сколько? 100 металлофрагментов. А где пишется количество опыта, которое у меня сейчас есть? А, 51. Отсюда идет, что ли, получается, да, расчет или как? Вот с этим я еще не разобрался. Вот что я заработал. Допустим, восьмой уровень, XP 51. Что дальше? Так, допустим, сделаем так. 5. Ну-ка. Да, да, уменьшается отсюда. Ну, все, понятно. Все, вот теперь понятно. Slowpoke. Каким-то образом мне раньше втирали, как-то можно убрать этот замок. Но я не помню, как его убирать. Поэтому я сделаю новую дверь, видимо, и уже потом заново поставлю замок. Потому что фиг его знает. Так, металлофрагмент 150. Железная дверь. Откроем. У меня не хватает металлофрагментов. Да. Итем, стак, ресурсы. Одежда. Одежда пока не нужна. Тулсы. Тулсов нет, поскольку, видимо, надо искать непосредственно рецепты, чтобы были нормальные инструменты. Ловушки тоже пока не нужны. Заблокировано. Что у нас заблокировано? Да у нас вот все заблокировано. Но вот эти вещи у нас уже есть с китов. Поэтому можно пользоваться. Но крафтить не можем. Эй! Дерево, дерево, кончилось дерево. Ничего страшного. Так, вот здесь какая-то скудня прям. Полная скудня. Надо вот добавить так, чтобы было почти что по ровну. Но уже на замок, на кодовый у нас есть ресурсы. Сейчас на железную дверь попробуем. Забубенить все это. Это вообще не надо. Так, шапка-невидимка. Шапка сюда. Броня. Накинем, пусть будет, пригодится. Так, лук-стрелы есть, ткань есть. Все сюда. Топливо низкого качества. Геологический заряд пока тоже не надь. Бурдюк. Вот бурдюк. Нет, с водой тоже проблем пока нет. Тоже не надо. Еда, здоровье, все в порядке. Шоколадка, топоры, ключи. Ну, пока оставляем. Так, что там по ситуации? 213. Я вам скажу, неплохо. Так, 78. Ну и здесь так вот как-то пораспределяю. Сейчас примерно, чтобы было число похожее. Округленное во всех местах. Ну, неплохо, знаете ли. Как-то так вот, быстрый старт. Неожиданный. Ну, это опять же то, что игроков сейчас мало. Все ждут вайпа. Отсюда-то вся изогвосточка. Так, учитывая, что у нас, что происходит. Сейчас вот так сделаем. Разворот. Разворот. Поворот. Все, отлично. Просто он беливо был прям. Крыши нет. Крыши паря нет. А вот теперь она есть. Ах, удаленная, как вы видите у меня. Строительство идет. 321. Нормально, вроде бы на все хватает. Сейчас я быстренько это заберу. Сейчас мы зайдем в крафт и посмотрим. Так, билд. Ага, кодовый замок есть. Дверца есть. Ага. Здесь что у нас? Ремофф надо прописать, да? Что-то такое. Ну да, 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 я был прав. По-другому как-то можно сделать, но я не запомнил этот способ, как там правильно это делается. Вот теперь опять с дверью беда. Как ее правильно поставить? Вот кто его знает? Наверное. Наверное, вот так. Да, внутрь она открывается. Должно быть такое все. Ё-моё. Так, чейндж лок. 5, 7, 1, 4. Нормально все. Железная дверь есть. Теперь как профессор заживу. А-а-а. Железо еще плавится. Достаточно. Так, режим удаления пускай включается сам. Ничего пока делать не буду. Зайду-ка я вот сюда и посмотрю, что я еще могу сделать с оружием. Что я могу сделать? Копье. Косточку. Вообще надо шариться по миру, короче. Бесполезно вот это вот бродить здесь, ерундой заниматься. Надо бежать и искать РТ. Все-таки как же я отстал-то вот от этого всего, от этой классики. Где и что нужно делать? Что это такое? Water purifier. Очистка воды. Эх. У меня еще, кстати, английский язык стоит. Я настройки сбрасывал, чтобы с ноля уже вручную все настроить. Так, ну что, печка работает. Что еще? По-моему, сделали, кстати, наконец-то убрали этот баг, когда снаружи было видно, что печь в доме горит. Когда, например, замкнутый дом, окон нет, но вокруг дома было свечение, что явно что-то горит. Сейчас этого нет. Есть только звук. Так, давайте посмотрим, что у нас по ресурсам. Если что, я вот это все уберу сюда. Так, ресурсы. Что? Ну и все. Ресурсы. Многозадачно так ляпнул. Ну и сейчас побежим смотреть. Так, яблочко, если что, останется. Пускай тапки не нужны. Это выброшу пока. Жир сюда же. Ресурсы сюда же. Тоже не надо. Жиру бешусь уже. Места нет. Места не хватает. Так, кирочка. Штаны. Топорик. Ага, меч. Сульфур. Все это есть. Ну, можно, в принципе, и бежать. Если что, я готов. Так, вещи потеряю, так фиг с ним. Вот там было много бочек. Надо бежать прямо по дороге. И, возможно, нам повезет. И мы найдем что-нибудь интересное. Какие-нибудь фрагменты чертежей. Все-таки чертежи-то говорили, что уберут. Но так и не убрали. А ну и понятно. Опять же, поступила информация, что планируют сделать совсем по-другому все вообще. То есть система крафта изменится. Система опыта набора тоже изменится. Как это будет работать, наверное, узнаем уже в ближайшем обновлении. Может быть, они уже сейчас внедрят. Хотя, сомневаюсь. Забираю. А, можно было на кнопку нажать. Ладно. Я все забываю про этот плагин. Кстати, надо будет его пофиксить. Там некоторые баги есть, глюки. Я постараюсь все это быстро сделать. О! Костяная броня. Большой ящик. Отлично. Быстро. Бакет. Хелмет. Быстро. Что дают? Не густо. Ну, побежали дальше. За это тоже дают опыт. За то, что мы шаримся в этих вот во всяческих мусорках, в бочках и так далее. Ладно. Так, вон у нас вышки, водонапорные башни. Может быть, там что-то будет. Так, кабанище. 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 А что так быстро? А что так быстро-то с одной стрелы, да? Он уже, видимо, покоцанный был, бедный кабан, да? То есть кто-то его уже до меня потрепал. Пока чисто. Ладно. Так, там и коняшка бегает, вон я смотрю. Так, сайриндж, шприц. И что это такое? Сельвич. Айспик. Отличная штука. Ничего си. Пишет Кит. Но Кит здесь пишется не с выклицательным знаком, а со слэшем. Так. О, коняшка. И олень, и коняшка. Ё-моё, зверинец у меня целый. Снайпер. Лучник великолепный. Великолепный гауччи-чёточник. Зверьё моё. Мазня. Мазня. Всё? Всё. Ох ты, лошадь, ё-моё. Стрелы же собирать можно, кстати, ещё. Я про это тоже забыл. Вот так вот оно всё и забывается. До сих пор текстуры пиксельные. Хотя нет, сейчас убрали. Раньше были ярко выраженные прям пиксели такие. Забавно смотрелось, конечно. Бочечка. Так, семь человек. Ну, это очень мало. Онлайн подупал. Конечно, знато. Ну, ничего, после вайпа, думаю, будет нормально. Свежая игра. Всё по-свежему. Ну, что-то там очень много сельвич-тайс пик попадается. Прям вот раз за разом, сами видите. Так, что по ресурсам? Что по ресурсам ещё? У нас тут много всего забито уже в хламину. Под хлам это понабрал, а? Угу. Больше, кстати, это олень похож на волка. Рога исчезают. Как же так-то? С первого выстрела-то прям убиваем, а? 21 метр и прям на раз-два всё это делается. Так, стрелу можно поднимать только дважды. Третий раз она уже не переживёт, видимо, моя бедная стрела. Да. Ну, чё, чё? Нормально. Пока живём. Вот если бы было больше народа, вот тогда я бы, наверное, быстро помер. Поскольку везде бы бегали люди. И если что не так, сразу бы мне стреляли в глаз. Если кто помнит, откуда это. Можете написать в комментариях, откуда эта фраза. Если что не так, я тебе в глаз выстрелён. Ну, там ещё со словом на букву S. Ну, это, в принципе, литературное слово, поэтому можно было бы и сказать. Ну, ладно, я ничего не буду говорить. В общем, поняли, откуда это. Пишите в комментариях. Так, слишком жарко мне поуказывает показатель. Я чё-то взмок. Интересно, здесь есть такая система, как в Don't Star. Встаёшь в тенёчек. И температура должна падать. 42. Да, падает. Смотрите, может быть, реально внедрили эту штуку. 41. Да, интересно. Выбежал на солнце и... 42. Да, да, отлично работает. Так что я в чаще поселился. Так вообще красавчик, по идее. Каким-то образом ещё можно было трепать кактусы. Что-то у меня сейчас в голову пришло. Правда, мысли не очень ровно идут у меня. Ну, в любом случае попробуем. Каким-то образом ведь он добывается или что-то происходит там. Покорёжил текстуру кактуса. Так, стоит ли бежать туда, где водонапорка? В общем, ладно, разберусь потом с кактусом. Сейчас не до этого. Вот знаете, моё личное мнение, то, что слишком много всего сделали. Слишком много столбов, слишком много проводов, слишком много знаков, слишком много каких-то примечательных вещей, ориентиров. Раньше можно было просто убежать в какой-то пустоши, бродить там, бродить, бродить и искать свой дом, потому что ну нифига не было. ТП не было, как в Легасе было. Вот это было интересно. Вот столб вообще на воздухе парит. Это столб Дэвида Блейна. Криса Энджела и так далее. У каждого свой столб существует в каждой игре. Ну, чё дают? Ресёч пейпер. Ух ты. Так, ну пока чё-то как-то не густое. Шоколадку едим без звука. Видимо, тоже нормально пока. Камушек. Отлично. Металлорд, то есть... Ох ты, японский! Чё-то где-то взрывает. Немой ли дом там сейчас рушится. Сейчас добегу обратно. ТПш, но всё раз, бац, без дома уже. Быстро. А приходуют и обработают меня. Вот знаете, иногда складывается такое впечатление, что кланы, рейдеры, они всегда знают, где появляется какой новый дом. То есть они бегают по территории, они всегда всё видят, всегда всё контролируют. Такой бац. Только дом сделал, а они такие, опа. Ага, на нашей территории появился дом. Сейчас пойдём его разваляем. Так, радиоактивные пилюльчики, серви-чардж. Опять у меня этот серви-чардж, он мне пока не нужен. Карьер. Вот для кого эти общественные карьеры поставили? Это как общественное движение, только карьер. Здесь, естественно, ничего нет. Кому ставит, непонятно. Ладно, пробежимся по РТшке, сдохнем так сдохнем. Терять нечего уже. Есть кто живой? Ну, пока сзади никого нет, если так у вас смотреться. До сих пор не пофиксили этот глюк с прозрачными руками. Что это, он так с прямой рукой бежит, что ли? Блин, я аж запутался, куда бежал. Очень большие города, слишком, мне кажется, вот перебор. Можно было бы от этого оставить буквально там несколько поломанных труб каких-нибудь, забор какой-нибудь покорёженный. Вот эти штуки тоже можно было бы развалить уже там. Как-то их... Ну, посильнее разрушить. В общем-то, а то что-то как-то, знаете, как будто бы недавно здесь вот уголь сгружали. Как и на Екатеринбургской железной дороге. На технической станции. И как будто бы, знаете, не тронутые всё. То есть как-то нормально. Рельсы даже не заржавели. Хотя, если когда идёт дождь, то они быстро ржавеют. Соответственно. Ну, здесь как-то всё очень-очень серьёзно всё ещё. Пока что. Ну, посмотрим. Посмотрим, что они вообще дальше придумают. Они думали уже и транспорт создавать, и что-то ещё делать. В общем, неизвестно, чем это кончится. Но мне вот эти вот огромные пространства нравились больше, нежели застроенная территория. Сейчас уже податься некуда. Как говорится, везде опять цивилизация. Тут жизнь-то задолбала эта цивилизация. А цивилизация здесь ещё и в игре присутствует. То есть нет, конечно, можно скачать игру как-нибудь No Man's Sky, там, Planet Explorers, там, где, понятное дело, что там как бы везде природы. Так, чё-то у меня много всего. Чё-то мне прям не нравится это. Слишком много всего у меня. Слишком много. Угу. Печку я оставил, да, там дома-то? Печка должна мне добывать там что-нибудь. То есть плавить ресурсики. Вот нельзя так вот сидеть просто в таком месте и добывать что-то, потому что обязательно кто-нибудь сейчас появится. Даже когда играет маленький онлайн. Конечно, там по ногой делают, как Волочкова. Ну ничего, пускай развлекается. Птиц нету. Вот птиц нету. Вот птиц бы добавили, было бы гораздо интереснее. Вот это я вообще не видел. Эй, ещё и радиация здесь. Эта штука не ломается. Ладно, зато здесь радиация есть. Нормально. Бэмс. Хай-двест. Что там у нас? Хай-двест. Ага, понятно. Кожаный этот. Жилет. Тоже не особо-то нужная пока вещь. Сколько чего? Так, серо. Металл, фрагменты, если что. Плай, 270. Ну, очень мало. Пока очень мало. Ну, чувствуется, что жарко, да, согласитесь. 43 градуса вот нам показывает сейчас. Чувствуется, что очень жарко. Интересно. Мумиё какое-то валяется. Так. Ага. И такое бывает, да? Ладно, ставлю ключ кому-нибудь там. Может, кому-нибудь пригодится. Так. Попробуем порыскать здесь что-нибудь-то найдём интересненькое, я думаю. Что-то везде вход, выход, по 10 дверей в одно здание. Зачем так много? Попробуем. Посмотрим. Что у нас наверху здесь будет. Так. Радиация прям-таки хлещет, да? Прям-таки активно хлещет радиация. Сторонное здание не особо понятно предназначение. Это что, просто вышка или что? Здесь же что-то должно стоять было. Вот хотя бы здесь. Что вот здесь должно? Станок какой-нибудь или что-то такое, да? Ну, явно какой-нибудь станочек должен быть. И что, это всё? Вээээ. Скукота. Сюда никак не пролезть. Нет, к сожалению. Ой, чет радиации много. Ой, чет радиации много. Чет радиации много. Выбегаем отсюда быстро. Не надо мне вот этого. У меня пилюли, конечно, я с собой брал, как знал. Ну, оно и понятное дело, что бежишь в РТ, значит, набери пилюли. Даже еще с легоси это уже было. Тааак, ладно. Ммм, пока тишь на гладь. В нашем распоряжении весел остров. Так, что у нас там? 56. Ну, быстро как. Радиацион поздненько. Пятерочка осталась. 60. Быстро скинули. Хорошо. Так, что, интересно, еще здесь есть поблизости. Вон еще что-то виднеется. Я же говорю, очень много. Прям вот целое скопление каких-то объектов жилых. И не только жилых объектов. Опять же, видите, вот это вот избивает с игры. То есть ты бежишь, хочешь как-то куда-то попасть в непонятное место. Куда-нибудь что-то сокровенное такое найти. А прибегаешь к какой-нибудь там электростанции какая-нибудь и так далее и тому подобное. Еще небось медведь за мной какой-нибудь бежит. Ну да, сволочь. Так, а я смогу от него, интересно, спрятаться вот все. Это или свинья это? Что-то мне не нравится. Что-то мне это не нравится. Там медведь или свинья? Нафиг. Не хочу проверять. Мне и достаточно этого уже. Все, тишина. Это свинья все-таки была. Ладно. Поселился, значит, я в пустыне. Молодец, молодец, мальчик. Пусты. Наконец-то вот реанимировали они эту систему, шевеление деревьев и прочего, прочего, прочего. Потому что раньше, я помню, что-то там какой-то косяк с шейдерами у меня, у них был. Хотел сказать, у меня. Вот, какой-то косяк с шейдерами у них был. И деревья перестали двигаться, они просто как вкопанные стояли. То есть ветер на них не действовал вообще. Еще бы надо добавить сюда звуки ветра, чтобы уж наверняка было симпатичнее все это делал. Так. Молодичка. Сразу температура падает. Охладились. Сейчас нырнем. Все-таки хороша вода, приятно смотрится. Вот только не нравится мне вот этот косяк Юнити. То, что видите. Каустика-то она работает, но вот это вот отражение от топора, от кирки, то есть на воде, как-то странно проецирует. Прозрачность какую-то дает непонятную. В общем, непонятно, что это они пытались этим сделать, но ладно. Спишемся. Спишем, как говорится. И плюс еще вот эта полоска от воды тоже все никак и не уберут. Хотя можно было бы как-то, наверное, плавнее сделать, не такую резкую линию. Опять же, размазать как-то там вершины. Ну, можно сделать, может просто пока не заморачиваться. Хотя, видите, обращают внимание на всяческие детальности. Насколько я знаю, листья были раньше детальнее. Опять же, вы сами можете вспомнить. Раньше было вообще детально, когда только-только первые билды выходили. Еще как-то они называли... Rust-Dev, по-моему, называлось. Rust или Expo или Dev. Я уже не помню, Experimental, когда первые билды еще были. Тогда было интересно, забавно. Так, наверное, домой надо тпшиться и пойти, если что, в другую сторону. Потому что что-то мы тут куда-то забрели опять в пустыню и конца и края не видать. Ну, ничего, сейчас попробуем. Сейчас домой переместимся. Посмотрим, что там. Не снесли ли. Потому что когда мы там бегали, что-то добывали, уже грохотали взрывы. Я успею! Я успею! Я успею! Я успею! Нормально? Все нормально. Все в порядке, все отлично. Так. Сделаем так. 88. 56. Так, деревце забыл положить. А деревце-то... И кот наплакал. Где-то здесь, наверное, было деревце. Сейчас. Три деревца здесь было. Пора бежать. Пора бежать. Да, дерева нет. Ну, далеко ходить не надо. У меня везде деревья здесь. Я прям построился идеально. Вышел из дома. Как Виталик Дровосек. Наколотил, нарубил, наколол. И пошел. Печь насыщать. Печь кормить. Так, сейчас топор из расходов будет нормально. Аккуратненький лесничий домик. Егерь. Егерь Евген глядит за порядком. Так, отлично. Все, дерево кукнули. Пора бы и честь знать зайти сюда. По-прежнему не пофиксили смятие травы, когда стоит сверху фундамент. Это тоже, в принципе, делается элементарно. Но, увы, ах, пока, видимо, тоже не до этого. Хотя это бы решило множество проблем. Например, такие проблемы, как, опять же, производительность. Поскольку вот эти вот просчеты, когда эта трава двигается, она все равно забирает ресурсы процессора и видеокарты, если это обрабатывается шейдерами. То есть и видеокарта страдает, и процессор тоже. Соответственно, можно было бы сделать отсечку. Если я ставлю сюда фундамент, если размер фундамента, высота и ширина XYZ перекрывает кусок травы, то трава не должна выводиться. То есть она просто-напросто не выводится. Вот как только мы убираем фундамент, вот тогда, пожалуйста, тогда задействуется система батчинга, получается, и пускай просчитывает вершины. Ну, опять же, ладно, не мое дело. Ребятам, видимо, виднее из Фейспанч, хотя они не глупые очень ребята. Так что пускай делают сами. У меня все. Ресурсы, одежда, так, ловушки, инструменты, инструменты, предметы, конструкции, оружие, патроны, медицина, ресурсы, ловушки, еда. Все, в принципе. В принципе, все я выложил. Ну, пора и честь знать дальше бежать. Да, у нас ничего такого нет ценного, чтобы можно было потерять что-то. Давайте попробуем наведаться к соседям. Вот там вот что-то взрывает у нас соседи. Надо беднуть сюда наверх. Бежали в одну сторону, теперь побежим в другую сторону. Посмотрим, что там происходит. Убьют, так убьют. Это всего лишь игра. Поэтому смысла тут ругаться нет. Как, в принципе, и в жизни тоже. Нет, в жизни убьют, убьют. Там во всяком случае ты ругаться уже не сможешь. Так, вот камушек снова. Переработали камни. Это отчетливо видно. Теперь они более текстурированные. И их стало очень много. Очень много камней. И вот эти камни, которые у нас обычные камни, они не особо-то сильно выделяются. На которых можно заработать ресурсы. Но в любом случае сделано хорошо. Приятно. Так, соседи. Я уже иду. Вообще хорошо. Гамма мне нравится. В игре гамма приятная для глаз. Не бесячая. Так, это что так в другую сторону-то? А, показалось. Смотрите, как отрисовка была, да? Сначала показала обратную сторону фундамента и стен. А потом нормальную. Кто здесь живет? Уже, видимо, никто. Ну да. Здесь уже автоуничтожение пошло. Надо будет пробежаться, посмотреть. Может, что интересного найдем. Да, здесь уже зарейдили все. И полки все. И все прочее. А так, крепость хороша была. Но наверху еще есть этаж. Посмотрите, туда, видимо, не добрались еще. Может, никто и не доберется уже. Хотя там что-то вон есть. Печь. Вот здесь дверь есть кодовая. Пожалуйста. Здесь что? Где-то кто-то что-то взрывает прям активно. Там чей-то дом бомбят прям. Видимо, люди уже прокачались до последнего. И теперь активненько и расходуют ресурсы. Так. Гора. Хорошая гора. Снежок даже есть. Видите, как приятно. Место какое шикарное у меня. Пожалуйста. Вот тебе лес. Вот тебе вода. Вот тебе гора. Вот тебе снег. Все что угодно, дорогой. Это что это? Это не мой дом. Мой дом с крышей треугольной. С острой крышей. А это с пресной крышей. Пойдем сходим, посмотрим. Смотрим. Ладно. Так, отлично. С крафтом разобрались. С использованием очков experience разобрались. Осталось только поставить стол крафта, по-моему. Стол изучения. Где можно будет изучать из различных вещей. Там что-то как-то раскладывать. Перекладки. Я тоже вот смотрел видео, наблюдал. И читал в девлогах тоже, как это все делается. Но на практике не применял. Надеюсь, что в следующих сериях мы этим займемся. Какой дом хороший. Ёкало мене. Кто-то прямо в металл обнесли. Уже, конечно, не армированное железо. Но в любом случае прочнее, чем мой каменный сарай. Очень много объектов. Слишком, по-моему, вот прям реально засилие. Надо было как-то подсбавить. Подсбавить надо, что ли. Потому что размер карты указываю, не указываю. Все равно вот этих вот объектов будет куча. Эти самые лэпы на всей карте, когда открываешь карту. Все это добро прям видно. Вот ты весь окружен всяческим барахлом. Шар там. На карте все видно. Куча ориентиров. Беги туда, беги сюда. И все оно скапливается в центре. По краям ничего нет. Единственное, только в правом нижнем углу что-то есть. И все. А так слишком много всего. Слишком много. Мне кажется, это небольшой минус. Надо им пересмотреть систему вот этих вот размещений. И как-то по краям, наверное, больше местить. Ну, как, не по краям, а сделать баланс, чтобы и посередине был объект, по краям был объект и между ними, соответственно, тоже. А то здесь как-то получается не очень понятно. И так, в принципе, на всех серверах. Хотя, конечно, есть и барны всякие, и прочие карты, которые сделаны вручную, не сгенерированы рандомно. Там, конечно, красиво. Но они очень маленькие. И людям наскучивает очень... Очень быстро наскучивает играть на этих картах. Что-то заговариваю сегодня. Что тут есть? Птички поют. Вот птички-то поют, а их не видно. Вот, чтобы сделали еще. Ладно, там курицы бегают, фиг с ними. Но если бы еще и птицы летали. Допустим, ты едешь, раз, ворон улетел. Как, например, в том же самом Half-Life 2. Там же птицы и ту, они вроде бы как... Ну, их и убить можно. И здесь бы так же. Раз, там, птица полетела, ты бах, за болта. С прицела четырехкратного. Но чик снял. И, пожалуйста, вот тебе голубок на обед. Аль Сазан. Аль какой-нибудь естрибок. Аль Орлик. Ну и так далее. Так, что с проводами? Провода, конечно, офигенные. Насквозь в голову мне прям. Так. О, к шару прибежал. Сам того не думая, сам того не знаю. И добежал до шара. Что там интересно будет. И вообще, сейчас, мне кажется, вот очень много стало кланов в игре. То есть раньше как-то об этом не особо думали. Хотя тоже потом кланы начали появляться. Но все равно, раньше даже ники-то не писались над головой. И было как-то непонятно. То есть ты своего бьешь или не своего. Особенно когда замес какой-нибудь был. И бегала куча людей. Друг за другом. Вот это было интересно. А сейчас как бы все оно понятно и так видно. То есть кто это, зачем это. Урон проходит, не проходит. Можно включать-выключать. У нас это тоже есть на сервере. Если кто не знал, то это работает. То есть и взрывы не трогают твоего союзника. И, по-моему, что-то еще. Если добавляешь, естественно, в друзья и к себе в клан. Ну или просто в друзья. Так, Волков из ПРО пишет. Килл. Килл пишется в консоли. На F1. Нет, не так. Консоль F1. F1 килл. Так, что у нас здесь? На шаре пока без изменений. Можно, конечно, на него забраться. Посмотреть. Ну и закончить серию первую. О, так там даже перестрелка какая-то происходит. Смотрите-ка. Все-таки люди там прям активно действуют. Активно воюют. Кто-то там кого-то палит. Прям вот чья-то месть там прям. Чувствуется месть чья-то. Кто-то с кем-то за что-то борется. Может быть даже за тот же самый airdrop. Так, таблетки есть. Ух ты! Вот это находка. Вот это вещь. Вот это вещь. Вот видите, как бывает. Правда, он потрепанный уже весь. Но в любом случае... И то хорошо. Да, работает. Все отлично. Вот такие пирожки. Так, ну что, давайте я тпшусь домой. До самого верха я не добрался, но... И на том хорошо. А, вы получили ранение. Блин, у меня радиация, да? Ну сейчас я отсюда выползу. Использую таблетку. А я, видимо, выложил. Да? Да. Home 1. Так, через 20... Ай, зараза. Что за звуки там такие? Какая-то гиена какая-то рычит или кричит. Я не знаю. Что там происходит? Ой. Так. Птичку используем. У меня 39 здоровья. Что-то как-то вообще... Я как-то дрешнул конкретно сейчас. Я дрешнул конкретно. Ох, не провалиться бы. Кто-то засасывает, прям затягивает. Но так же не делается. Ух. Высоковато. Высоковато, конечно. Что делать? Приходится чем-то жертвовать. Так, это я куда спустился вообще? Зачем я сюда приперся? Вот видите, рядом аэропорт находится. Но это же вообще... Слишком много объектов. Слишком... Переборщили, ребят. Меняйте концепцию. Это же очень много объектов. Не надо столько. Давайте поменьше как-нибудь. Чтоб опять была запутанность. Может быть, зомби каких-нибудь можно будет расставить там. Опять. Ведь зомби было круто, согласитесь. Зомби это было интересно. Блин, я опять в дебри зашел какие-то. Я зашел в какие-то дебри. Зомби, хотел сказать. Так, ладно. Пойду туда. Спящий Алекс с метро был застрелен в шею в АНИЧС с помощью Л-300. ЛР-300, то есть. Нехило так, ребята, уже с ЛР-300. Трофейное оружие, как говорится. Сейчас еще меня снимет тоже, видимо, да? Пока я здесь бегаю, развлекаюсь. Пытаюсь найти выход. Ладно-ладно. Аккуратно. Аккуратно, блин. Так, 4-4-4. Отлично. Аптечку засандалил. Но радиация... Можно попробовать, конечно, домой, но она вряд ли. Сейчас опять скажет. Вы получили ранение, к сожалению. Да не, пока нормально. Пока действует аптечка, можно тпшиться. Вот это вот плюс, кстати. Хоть и радиация у нас есть. Мы словили дозу. Но сейчас нас тпшнут домой. А это уже радует. Так, ну, в принципе, надо загаситься. Да, все нормально. Все нормально. Ну что, здесь я первую серию закончу. Встретимся с вами уже, получается, после вайпа. Итак, за одну вылазку нам удалось раздобыть дабл-баррел шотган. И кучу ресурсов, в принципе. Но если будет больше людей, то это будет сложнее. Но в любом случае это интересно. Все, до новых встреч. Хорошего настроения. Заходите на сервера. Ссылки все в описании на сервера. До новых встреч. Пока.